Новаторство в образовании. Программа Learning World совместно с форумом WISE инициативой Carter Foundation. Как можно оптимизировать процесс запоминания? Ключевой этап любого образовательного процесса. Ответ на этот вопрос занимает и педагогов, и медиков, и психологов. К сегодняшнему дню в мире разработан ряд методик, позволяющих учиться быстрее и лучше. Как научиться запоминать большие объемы информации? Можно ли помочь в этом детям и взрослым? Британский специалист утверждает, что да, и делится своими достижениями. Я пытаюсь найти логические связи между отдельными блоками информации, зафиксировать их и так запомнить новое. Я всегда записываю то, что мне нужно запомнить. Запоминание для меня идет через переписывание и перечитывание. Для математических формул я использую красный цвет, а датой по истории, скажем, пишу зеленым. С опорой на цвет мне легче вспомнить нужный материал. У каждого свои способы удерживать в памяти важную информацию. Майкл Типпер сделал запоминание делом своей жизни и предметом научных исследований. В юности Майкл считал, что у него плохая память. Он разработал для себя систему, улучшающую запоминание, и в 98-м выиграл международный чемпионат по запоминанию. Ментальный атлет, как он сам себя называет, Майкл Типпер, делится своими секретами. И так, как можно улучшить память. Для меня всегда важен зрительный образ. Когда я усваиваю новую информацию, я часто изображаю графически. Это называется ментальное картографирование. Удобный универсальный метод. Если вы просто скажете мне что-то, я, скорее всего, не удержу эту информацию в голове. А если дадите карту, график, план, другое дело. Когда мы изображаем новые данные графически, зарисовываем их, мы подключаем к запоминанию эмоций, высоко преувеличиваем или, наоборот, упрощаем информацию в нашем рисунке, и вот такой эмоционально осознанный подход позволяет надолго удерживать в памяти те или иные данные. Если говорить ретроспективно, в чем проблема современной школы? До сегодняшнего дня большинство школьников в мире проводят свои дни за партой, слушая изложения педагога. С точки зрения законов функционирования мозга, такая пассивная роль и утомительна, и скучна. В какой-то момент наш мозг просто отключается. Все, стоп, больше неинтересно. Школьная система пытается напичкать головы детей различными знаниями, а детский мозг почему-то отказывается всю эту информацию удерживать. Почему? Да потому что скучно. Добавьте в уроки чуть-чуть живости, креативности, сделайте общение с детьми занятным, предложите им визуализировать новые знания, привлекайте сравнения, цветовые символы, и уже информация будет восприниматься лучше. Чего не следует делать, если хочешь запоминать больше, учиться лучше, что вредит нашему мозгу? Избегайте алкоголя, табака, стресса, малоподвижности, некачественной еды, тренируйте тело и голову, питайтесь сбалансированно, не курите, не пейте. Познакомьтесь с техниками запоминания, и вы удивитесь росту вашего познавательного потенциала. Может ли 14-летний подросток, никогда не посещавший школы, нагнать пропущенный материал менее чем за год? Утопия? Нет, говорят активисты проекта «Школа быстро» в Эфиопии. Давайте посмотрим. Давайте узнать больше. Митханит Айо 14 лет. До недавнего времени она была одной из двухмиллионной армии эфиопских детей и подростков, никогда не переступавших порога школы. Родители девочки не имели средств на покупку дочери школьной формы и канц принадлежностей. Благодаря проекту «Школа быстро» у Митханит появился шанс всего за год нагнать упущенный материал. Еще недавно мое собственное имя я не могла ни написать, ни прочитать, а теперь пишу что угодно. Раньше я могла считать в очень скромных пределах, ну мелочь там, монетки. А сегодня я уже освоила арифметику и иду дальше. Цель проекта – дать всем, без исключения детям и подросткам, знания в объеме начальной школы. Для того, чтобы наверстать упущенное время, педагоги используют техники ускоренного обучения. В классах звучит музыка, дети много играют, строят логические и ассоциативные связи. И так, за 10 месяцев справляются с программой 3-4 лет. Педагоги отмечают невероятные способности своих подопечных, в большинстве своем выходцев из бедных семей. Дети потрясающие. Они так хотят учиться, так тянутся к знаниям. К тому же они уже не малыши, осознают свою ответственность, не пропускают ни слова, ни задания. Сегодня немало ребят, прошедших через ускоренное обучение, успешно участвуют в 5-м, 6-м, 7-м классах обычных государственных школ. Подготовить ребенка к школе в Эфиопии, купить форму, карандаши, тетради и учебники, обходится в среднем в 10 долларов в год. Для многих в семье это огромные деньги. Мама Митханит счастлива, что нашла способ дать дочери базовое образование. Я сама неграмотная, ни писать не умею, ни читать. И не хочу такой судьбы своим детям. Я хочу, чтобы жизнь моей девочки стала лучше, насыщеннее, а для этого нужно учиться. Я надеюсь, она и дальше будет так стараться. Программа «Школа быстро» действует в Эфиопии с 2011 года. Через специальные классы ускоренной подготовки за это время прошли тысячи детей. 70 тысяч подростков были устроены активистами проекта в обычные школы. Но как быть с финансовым вопросом? Дети хорошо учатся, но смогут ли их родители найти деньги на учебники и канцтовары? Мы думали над этой проблемой и разработали систему малого кредитования семей наших подопечных. Мы выдаем матерям небольшие суммы, благодаря которым они могут начать какое-то дело. И таким образом поддерживать своих детей до конца учебы. От законов физики к кулинарии и прикладному искусству можно ли научиться чему-нибудь серьезному и полезному за 20 минут? Особенно, если обучение проходит в веселой атмосфере. Наш репортаж об этом из Франции. Быстрое обучение – это что такое? Мы во французском Лионе на образовательной ярмарке, представляющей 20-минутные курсы и семинары на самую разную тематику. Да, ну и задачка. Самое сложное – выразить мысли интересно, емко, предельно четко и очень кратко. Итак, чему можно научиться за 20 минут? Да чему угодно, если инструктор умеет быстро, увлекательно и четко вводить в курс дела новичков. А те, в свою очередь, не теряя время, берутся за дело. 20 минут – это ничто, но за это время можно заинтересовать человека своим предметом. Цель подобных 20 минуток – вывести человека на старт, указав направление, увлечь и вызвать желание учиться. Я бы говорила не столько об ускоренном обучении, сколько об ускоренном обмене. 20-минутка может открыть перед человеком новые двери, помочь ему обнаружить себе талант, интерес к тому или иному делу. За 20 минут можно успеть понять, что сантехнические работы – это профессия, ее нужно осваивать. Так что надевайте на себя костюм робокопа и вперед за работу. 20-минутный семинар на тему протечка в туалете вам подскажут, куда нужно смотреть в первую очередь и что сделать, чтобы не затопить квартиру. Практические навыки такие же ценные, как и теоретические знания. И те, и другие лучше воспринимаются в расслабленной и доброжелательной обстановке. Ярмарка знаний и профессий показала, как важно дать молодым возможность близкого знакомства с профессией. Самим устранить протечку, испечь пирог или перевести стихотворение. Для меня лучший способ понять – это попробовать сделать самому. Приходите, может быть, и вам понравится. Приходите, будем играть вместе. Приходите, мы говорим о том. А вы владеете техниками быстрого обучения? Доводилось ли вам проходить материал быстрее, чем предусмотрено программой? Напишите нам о своем опыте, заходите на наши страницы в социальных сетях. До встречи через неделю. Learning World совместно с форумом WISE инициативой Qatar Foundation.